Жители одного из районов Новосибирска жалуются на перебой в работе общественного транспорта, а автобусы не соблюдают расписания, ждать их порой приходится по полчаса. Это связано с тем, что прежнее транспортное предприятие разорилось, машины перевели в другое ПТП. Доконечная их от автобазы в среднем 15 километров. Слово моим коллегам. Конечная на улице Димакова. Маршрутки подходят одна за другой, автобусов нет. Появившиеся 23-е, едва высадив пассажиров, тут же набирают других. Водители торопятся и так по всему советскому району. Я сегодня пришла в полседьмого и не могла приехать. Не могла приехать. Нету 23-х. Вечером после 8-ми тоже нельзя уехать. Транспортное предприятие, обслуживающий район, закрыли за долги. С линии транспорт не сняли. Все 72 машины передали другому ПТП. Когда они перевели, было все прекрасно, все было нормально, потому что они были рядом. А теперь вот сколько, ничего не известно. Нагрузка на ПТП-4 теперь увеличилась вдвое. Во-первых, машину нужно ремонтировать. Во-вторых, сейчас здесь просчитывают логистику. А это дело не одного дня. ПТП-4, где теперь базируются автобусы, находится в Матвеевке, Первомайский район. До конечных остановок, которые в Советском районе, нужно ехать в среднем по 15 километров. Это неизбежный расход топлива. Плюс на пути у транспорта препятствия. Матвеевский переезд. Если он закрыт, как сейчас, простоять здесь порой можно целый час. В мэрии пояснили, в таком режиме предприятие работает всего третий день. Сбои в расписании неизбежны. А объединение обусловлено экономической выгодой. Нет хорошей жизни пришлось вот этого дела делать. Потому что два предприятия. Одно предприятие рассчитано по проекту на 250 единиц подвижного состава. Другое на 150. В одном 70 машин и в другом 70 машин. Естественно, они проедали больше, чем зарабатывали. Пассажирам, впрочем, важнее, чтобы автобусы ходили по расписанию. Мы не против, как он выразился, по ТП-3, по ТП-4. Но прежде чем делать, надо было хотя бы чиновникам раз проехать через переезд и посмотреть. Теоретически правильно, практически. Даже школьники практику проходят. Жители Академгородка предлагают властям создать филиал по ТП-4 на площадке разорившегося перевозчика. Чиновники такой вариант исключают. Невыгодно. Мария Черешнева, Алексей Андробаев. Новости здесь. Новосибирск.